То есть этот ритуал выражения почтения, благодарности, вот он очень здорово может действовать, если мы действительно будем чувствовать, что в сердце нам этого не хватает и что мы нуждаемся в этой милости. И поэтому с каждым поклоном мы бы эту милость получаем. И тогда процесс будет совершенно другим. И он говорит, этот процесс у меня занимает где-то минут 10-15, и после этого выражения поклона у меня сердце становится другим. Я начинаю понимать, что, может быть, я жалко и недостойный, но у меня такие великие учителя. Я вспоминаю, что у меня за такие великие личности. Я понимаю, кто меня окружает, я понимаю, кто за мной пришел, кто протянул мне руку. И хотя сам я бестолковый, он говорит, но такие личности у них наверняка получится вытащить даже такого, как я. Одно дело, может быть, я обусловленный, это понятно, мысли о себе, что я сам могу сделать, да? Но когда мы начинаем думать об этих великих личностях и что они специально пришли, это их миссия. Они сюда специально пришли, чтобы меня вытащить, конкретно меня. Он говорит, вот это мы должны так основать. Неужто их миссия провалится? Не может быть. Такие могущественные личности пришли за мной. Не знаю, что вам не такого, но если они обратили на меня внимание, и сам факт, что я повторяю святое имя, говорит, что Бог обратил на меня внимание, святые обратили внимание. Неужели я их подведу? Неужели их миссия провалится в связи со мной? Не может такого быть. То есть вот это ощущение того, что за мной пришли, меня позвали, меня отметили, да? Потому что мы видим, немногие люди в этом мире откликаются. Вот этот зов Бога постоянно есть, предложение есть, книги есть, миссия есть, но она касается многих людей. Но не все люди так сразу проявляют интерес и чувствительность к этому. Если кто-то откликнулся, если я откликнулся, то значит, у меня есть хорошие шансы. И вот эта благодарность, с которой человек обращается к этим личностям, вот это начало, начало любви. И есть история, как он приводит, Бахтисидан Сарасфати, учитель Шилпрупады, он однажды выезжал из Майапура. И это было в сезон дождей, он пишет. Дорога была ужасная, грязище было по уши. И он говорит, что он сел в машину, и они выезжали из Майапура. Так, значит. И он увидел одного из своих учеников, семейный человек, Грихасха, в белых одеждах. И он увидел, как его духовный учитель на машине едет. И он говорит, там дождь, грязь, грязище. Кто был в Майапуре во время дождя, понимает, о чем говорит. Это очень серьезно. Все просто. Если там грязь, то это грязь по-настоящему. И вот этот семейный человек, он увидел своего духовного учителя, и он полный поклон. Дандават, как палка, бум, в грязь упал. И там, Бхактисиданта Сарасвайтхур говорит водителю, останови машину. Тот остановил машину, Бхактисиданта Сарасвайтхур вышел из машины, посмотрел на этого грязного, полностью грехасху, и говорит, ты зачем это сделал? Зачем ты это сделал сейчас мне поклон в таком состоянии? Знаете, что он ответил? Этот семейный человек сказал, Гуру Махарадж, это единственное богатство, которое мое есть. То есть это единственное, что я могу тебе предложить, что вам могу предложить. Я никчемный человек, но я вижу вас, и для меня это единственное, что я вам могу предложить. Это мое единственное богатство, вы для меня все. И Бхактисиданта Сарасвайтхур, он кивнул с пониманием, сел в машину и поехал дальше. То есть это как раз и есть то понимание, понимание того, что через общение, через такими великими личностями мы можем зачерпнуть их милость. Потому что иначе наш ум нас задавит, иначе мы получаем милость своего ума. Он нам дает наставления всевозможные, он нас там говорит, что и как делать, как жить. Очень важно понять, что святое имя – это источник всего. Мы же знаем с вами метафизику, из чего мир произошел материальный. Все вот эти вещи, которые мы так ценим. Это же все из духовного способа. Звука произошло. Сначала было слово, сначала эти были звуки, сначала звук ом, и из него произошло все остальное. То есть все то, к чему мы так привязаны, мы так ценим, все вот это материальное, что нам так дорого, это все родилось из духовного звука. И что это означает? Это означает, что в святом имени все есть. Да, это то, о чем говорил Господь Читани в Шикшаш. Он говорит, что в своих многочисленных энергиях содержатся все твои энергии. Баху. Баху означает многие. Баху, сарва-шакти, все энергии. В твоих именах содержатся все твои многочисленные энергии. То есть когда человек начинает понимать, что вот это повторение святого имени – это контакт к самым главным, все то, что есть ценного в этом мире, это все из трансцендентного звука произошло. То есть это как вошло, так и уйдет. При разрушении миров все это опять куда-нибудь втянется в поры Махавишну, и все. Все это исчезнет в никуда. То есть все начинается, это грубые элементы, которые мы любим и ценим, они произошли из тонких элементов. А все тонкие элементы произошли из этого абсолютного звука, который мы каждый день повторяем. То есть понимание того, что мы, когда мы воспеваем святые имена, контактируем с самым ценным, оно очень важно. Бхактвенот Хакур говорил в Харинама Чентамане, что есть всего две ценности – джива и нама. Все, все остальное – это просто шелуха, ерунда какая-то. То есть джива должна в океане этой шелухи откопать наму. И когда джива нашла наму, то тогда она должна за нее ухватиться и найти контакт со святым именем. Все остальное – это просто шелуха. Живое существо обладает ценностью, потому что оно вечное. И святое имя – это такая форма Кришны, которая вечна. И вот это две самые ценные вещи во Вселенной. Остальное все – шелуха. Но шелуха, интересно, так организована вокруг нас, что мы больше привлекаемся ей. И за всей этой шелухой мы самого ценного-то и не видим. И поэтому философия, опыт жизни, позитивный и негативный должны нас привести к чему? К пониманию того, что шелуха должна опасть, и вот эти две вещи должны высветиться. Что я – живое существо, и мое единственное спасение – это Кришна в форме святого имени. Другого ничего нет. И вот это понимание является очень важным для правильной практики. И почему Кришна ответил на молитвы Драупади? Да, потому что она обратилась к Нему как к единственному. Единственному – больше ничего у нее нет. Все остальное потеряло ценность для Него. В одно мгновение все обесценилось. Царства нет, мужей нет, дворца нет. Все, чести нет, ничегошеньки у Него больше нет. Вот одна джива осталась и Кришна. И Кришны, кстати, тоже ж не было. Но она знала, что имя Кришны неотлично от Него самого. Итак, это джива, которая почувствовала свое беззащитное существование, а вокруг – одна шелуха. И к чему она обращается? Ко второй ценности – к нами, к святому имени. И мгновенно это святое имя проявилось в ее жизни, проявил свою волю. И Бхактивнот Хакур, он говорит, вот, вот все, что нам нужно – это святое имя. Есть джива – святое имя и святое имя. Джива и святое имя. И далее интересная рекомендация по поводу произнесения и слушания. Обычно мы, произнося звуки, скажем так, распространяем их куда-то вовне. То есть я повторяю Харе Кришну Махамантуру, и об этом слышно на улице, на втором этаже, на первом этаже, в зависимости от громкости голоса нашего. В другой комнате слышно, и всем вокруг слышно. Только моему сердцу не слышно. Все разрушаются, что ты там бурчишь, что ты там шумишь, что ты там вообще… То есть очень важно, чтобы этот звук распространялся не только вовне, а чтобы он распространялся куда? Внутрь меня. Да, то есть следующая из техник – это постараться визуализировать душу в сердце, что вот сердце есть. И это не просто физический какой-то орган. Да, это физический орган, там, сикоиды, клапаны, мышца сокращается, перекрачивает кровь. Но мы имеем в виду сердце, как, знаете, как такой духовный обитель, где находится душа и параматма, Господь. И это нормальная визуализация, потому что мы не фантазируем, а мы визуализируем саму реальность. Тут реально находится параматма, Господь, да, и душа. И поэтому, если представить себе, что находится душа, и эта вибрация, она должна не только вокруг меня распространяться во внешнюю среду, а она должна погружаться внутрь меня. То есть каждая клеточка моего тела, все мое физическое тело, и самое главное, чтобы этот звук доходил до души, то есть, знаете, как бы визуализировать, как бы прицельное воспевание, когда вот эта вибрация пропадает прям-прям в душу, как в тире, знаете, стреляешь, бум-бум-бум, как визуализировать, как вот эта вибрация, она реально попадает в душу, то ощущение изменится. Есть упражнение на пробуждение самой души. Когда сама душа начнет рот открывать, это будет чистое воспевание. Когда воспевание идет от сердца, не просто от ума, не просто изо рта, а именно от сердца идет. И для того, чтобы это воспевание именно от сердца началось, сердце должно это воспевание получить и услышать. То есть, скажем так, мы через внешнюю структуру сейчас пробуждаем внутреннюю структуру. Нам нужен голос, нам нужен язык, нам нужен контроль ума для того, чтобы в конце концов пробудить душу. Да? Сейчас я, допустим, как, знаете, как действует водитель? Он садится в машину для чего? Машина — это внешний механизм, который должен его, водителя, привезти куда-то. Машина обладает ценностью почему? Потому что она может перенести нас в пространстве куда-то. Но сама по себе машина на нее смотреть может быть неинтересно. Ну, красивая пока, новенькая, но ее ценность в том, чтобы она куда-то нас доставила. И вот смотрите, физическое тело — это некая машина, которая нужна нам только для того, чтобы нас куда-то доставить сейчас. То есть у тела единственная ценность состоит в том, что она может внешними действиями помочь душе разбудить ее внутренние смыслы. То есть я разгоняю машину, чтобы она меня же привезла. Я ее разгоняю, и она меня везет. То же самое. Я оказываюсь в другом месте. Вот я был в одном, в точке А, мне не нравилось. Теперь я в точке Б, приехал домой. Машина меня привезла. А я просто ее таким образом настроил, разогнал, чтобы она меня привезла. То же самое. Я, владелец тела, душа, сейчас должен научиться использовать машину так, чтобы это меня привело к чему-то новому, к новому опыту, к новому пониманию. То есть я при помощи вот этого голосового своего аппарата, при помощи ума пытаюсь делать правильные действия для того, чтобы все это пробудило душу, чтобы я оказался в новом состоянии. Вот в этом наша практика.